Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная аспука. Вот и закончился сезон 2019. Сижу с лотками, набираю грунт на следующий год. Это значит у нас начался новый сезон. И сегодня хочу поговорить на тему, как получить богатый урожай томатов. Конечно, это видео предназначено в первую очередь новичкам, кто, например, первый год занимается или всего два года, и понять не могут, почему у них рассада плохая получается, почему, когда они видят, например, у каких-то блогеров, там теплицы, они все увешаны томатами, а у них один-два помидор томата висят и все. Сейчас я скажу вам, конечно, это прописные истины, и опытные огородники все это прекрасно знают, что никакого секрета нет. Нет секрета каких-то богатых урожаев, повышенной урожайности, что любой томат может дать хороший урожай в умелых руках. И как бы банально это ни звучало, сейчас я повторю еще раз, что богатый урожай томатов у нас складывается с многих факторов. Я уже говорила весной, что одно цепляется за другое. Это такая цепочка. Начало этой цепочки вот здесь, именно в том месте, где я сижу. Начало богатого урожая моего на будущий год, вот начинается с приготовления грунта. Сначала я приготовлю хороший грунт качественный, поставлю его, буду ждать весны. До этого, конечно, я уже приготовила хорошие качественные семена. На будущий год я их посажу, высажу в теплицу, где я приготовила хороший качественный грунт для высадки или в огород. Вы видели, что я осенью подготовила грунт. Потом буду все лето ухаживать, поливать, подвязывать. И получу хороший урожай. И многие, кто со мной уже не первый год, ну или даже первый год, но с ранней весны, они видели, какие у меня неблагоприятные условия. У меня замерзала рассада, подмерзала, прихватывала ее нынче. Вот в этой преддомовой теплице я показывала, падали они аж все. Потом там, где медов, грядка, вообще листья полностью обмерзали. В этих... тут замерзали, засыхали. Но все это растения могут преодолеть, если они сами по себе изначально здоровые. И вот все закладывается именно сейчас. Так что если говорить, например, про слагаемые успеха, то есть как получить богатый урожай, это, конечно, приготовить хороший грунт. Ну или купить где-то хороший у проверенного производителя. Посеять качественные здоровые семена. Не допускать, чтобы растения заболели во время вот этого периода выращивания. Как я говорила, что не заливайте их. Не создавайте там вот эту сырость. Не давайте шансов черной ножки. Сначала там не давайте шансов черной ножки. Потом в теплице не заливайте, не давайте шансов фитофторе. Все должно быть умеренно. И вы должны понимать, что любят наши томаты. Они не любят сырость. Это не огурцы, которые можно по листу из шланга катить. Можно опрыскивать, можно поливать каждый день. Они скажут вам спасибо. Томаты этого не любят. Они не хотят. Они хотят, чтобы у них листики были сухие. Чтобы у них все это было сухое. Но чтобы получать достаточно воды. Как говорят, редкий, но обильный полив. И когда вы проникнетесь, полюбите свои растения. Когда вы узнаете, что вам надо. Ой, опять я отвлеклась. Тогда у вас будет урожай богатый. Начали, короче. Хороший грунт, здоровые семена. В лотках не заливать. Если хотите получить ранний урожай, то лучше делать пикировку. Не один раз, а два или три. Потом высадить в хороший здоровый грунт. То есть осенью позаботиться. Если была в теплице, например, какая-то зараза. Нужно обеззаразить. Я вот завтра хочу на эту тему тоже с вами поговорить. Прямо там в теплице. И, конечно, ухаживать. Вовремя удалять пасынки. Если он, например, такой высокорослый и нужно вести в один или в два ствола, не позволяйте им разрастаться, особенно в теплице. Они вытянутся, у них очень большая конкуренция. Вытянутся, ослабнут или пойдут в длину, никаких плодов не будет. Не давайте жировать. Много азота им не добавляйте. Не пичкайте их перегноем жирным. Перекормить тоже плохо. Лучше не докормить, чем перекормить. Обо всем этом постепенно, постепенно, постепенно в течение сезона я рассказывала. И если просто один раз посмотреть все вот эти вот видеоролики, например, которые я выкладываю ежедневно, вы все равно поймете, чего они хотят. Чего хотят помидоры от вас добиться. Чего они ждут от вас. И если вы выполните то, что они хотят, вы, конечно, получите богатый урожай. Многие, ну вот я опять про новичков говорю. Многие новенькие наши, новички, огородники, они не понимают. И они как пишут, вроде я его и удобряю, вроде я его и поливаю каждый день. А помидорок все равно больше нет. Иногда залюбить томаты, это еще хуже, чем бросить их на произвол судьбы и выращивать посадил и забыл. По принципу посадил и забыл. Вы видели, что у меня ленивые грядки, там по принципу посадил и забыл. Многие томаты сами вырастают. И иногда даже такая чрезмерная опека, когда каждый день поливают, когда каждый день удобряют и всякими обрабатывают, всякими препаратами. Это иногда приводит к худшему варианту. И я советую новичкам сначала, хотя бы первый или второй год, не увлекаться подкормками, не увлекаться лишними обработками. Я уже говорила, что три в сезон, четыре, это вот так им хватает. Некоторые перекармливают, залюбливают свои томаты, а потом сидят и думают, ну что же я сделала не так. Ну так же, я рассказывала так же, как с детьми. Мы их кутаем, когда сильно на улицу не пускаем, они получаются больные, какие-то такие вот. Так же и томатики. Все, на будущий год будем снова, с самого января я буду вам все показывать. Как каждую семечку положила, все это, сколько поливаю. Я даже некоторые, да не всем нравятся мои методы, когда я зимой показывала, что я поливаю очень мало. И многие пишут, а почему они у вас такие маленькие, у нас уже вот такие вот разрослись. А потом они не знают, куда девать свои вот такие огромные баобабы, которые на окнах вот так вот качаются. А те, которые у меня были маленькие, они потом всех догнали, еще дали такой урожай. Так что нужно подходить обдуманно. И секрет большого урожая, как получить большой урожай? Ну конечно, просто вникнуть в личную жизнь томатов. Что они хотят и что мы делаем лишнее. Все, до свидания. Это вот я для новеньких. Наши опытные бабушки, дедушки, ну такие как я, все уже давно это мы знаем. Но у нас тоже были свои ошибки, все начиналось с того же самого. У меня были времена в молодости, когда на каждом томате висело по два плода помидорки. Но в то время мы работали с 6 утра и до 6 вечера. Некогда было ухаживать. Сейчас, когда я полностью посвятила себя томатам, я все знаю о их жизни и могу вам все рассказать. Все, до свидания.